Однако я рад, что Аризона РП, вот она, знаете, каких-то особых пояснений по поводу зайти в какие-нибудь там, я не знаю, браузеры, можно будет смотреть порно прямо из игры. Поэтому давайте-ка мы и кинотеатр, и вот будет у нас, знаете, вот этот вот интернет-браузер прямо с телефона на Аризона Мобайл, мы сможем зайти. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Уже достаточно давно лично я вижу заголовки о том, что Аризона РП разрабатывает там какие-то свои вот эти вот, знаете, новые там вещи, обновления, всё прочее. До этого там, знаете, был кинотеатр, я о нём высказался, о том, мол, а как он будет работать на Аризона Мобайл, что вообще будет с телефонами игроков, которые решат зайти в кинотеатр, там поставить какой-то видеоролик с Ютуба. Вообще, как они-то будут существовать, разумеется, тогда я предположил, что, наверное, не добавят поддержку вот этих вот всех кинотеатров. И в комментариях люди сказали, мол, что да, там никаких кинотеатров на Аризона Мобайл, типа, не будет пока. Ну, не оптимизируют всё это для того, чтобы всё прямо было очень хорошо, круто и вот многое-многое другое. И вот недавно Аризона РП начала разрабатывать свой браузер прямо в игре, который, по всей видимости, будет работать через лаунчер проекта, потому что, ну, по-другому я просто не знаю, как он может работать, потому что, ну, это, наверное, просто невозможно. В силу каких-то там, знаете, возможностей самого GTA Sam, потому что он, так знаете, ограничен, это не МТА, в котором всё это можно сделать. Однако, я рад, что Аризона РП, вот она, знаете, совершенствуется и каждый раз пытается представить что-то такое, знаете ли, новое. И поначалу, когда я только это увидел, без каких-то особых пояснений, разъяснений и всего прочего, я просто думал, что это такой, знаете, ну, как телефон, только браузер с какими-то вот отдельными функциями, которые доступны вот только, там, знаете, на Аризона РП. Но потом я понял, что это полноценный браузер, вот как, знаете, в Стиме, когда вы играете в какую-то игру, вы там можете нажать Shift-Tab, нажать интернет-браузер и вот при помощи Стима, там, допустим, зайти куда-то, там, прочитать какую-то информацию по поводу игры, по поводу всего прочего. В общем-то, это сделано все дико удобно и дико круто, и вот сейчас Аризона РП представляет, ну, примерно то же самое, да, то есть вы сможете зайти и в игре вот на весь этот браузер нажать и зайти на любой сайт, который вам нужен. Если, допустим, захотели там, вы, допустим, лидеры, и вам нужно вот как-то со всем этим ознакомиться, там, прочитать вот эти вот отчеты от своих подчиненных, посмотреть там, как вообще все это работает, типа, вот все прочее. В общем-то, раздор для фантазии просто большой. Допустим, зашли вы в казино в GTA Sampo, знаете, так, поиграть, возможно, задонатили для этого казино и, типа, все проебали. И думаете, хм, а что бы мне такого сделать в самом деле? И думаете, ха, а я же вообще долбоеб, я могу задепать в настоящее казино. И даже не выходя из игры, все это делаете, заходите в браузер там, потом заходите еще куда-то на вот эти вот все сайты, на зеркала, на все прочее. И там задепаете, играете, опять-таки, проебываете, расстраиваетесь, блять, почему же я такой тупой лудоман? И, в общем-то, вот на этом у вас все и заканчивается. С другой стороны, каких-то особых пояснений по поводу всего этого браузера не дают. Вообще, возможно, что там будут работать только какие-то отдельные сайты Arizona RP, только на них можно будет зайти, а остальные, ну тут уж извините, куда деваться. Однако, когда я увидел недавнюю публикацию в одном из своих самых любимых журналов, я понял, что, ну, в самом деле, возможно, что можно будет заходить вообще на все сайты, которые вам только будут нужны. Правда, наверное, вот куда вы заходите, оно будет как-то индексироваться самой Arizona, но, тем не менее, это не какой-то там, знаете, no-name сервер в МТА, который там может индексировать ваши поисковые запросы, вообще знать, что вы там гуглите. То есть, представляете, можно будет смотреть порно прямо из игры. Это же, это охуительно, блядь, это вообще, блядь, до чего технологии-то дошли на самом деле? Вот я считаю, что это реально круто. Возможно, если это будет именно так реализовано, я вообще не знаю, что получится из всего этого Arizona RP, Chrome, Arizona Games, Chrome или как у них там все это называется. В общем-то, из их вот этого вот всего браузера. Но лично я предполагаю, что разработка крутая, разработка классная, да и в целом нормально. Но так как у меня на этом канале собрались люди, которые в основном играют на мобилке, на телефонах, на своих вот этих, вот знаете, всех Android аппаратах, им очень интересно, типа, а будет ли это реализовано, допустим, в вот Arizona Mobile, в который мы скачали, в который мы уже более-менее как-то разобрались, как туда можно зайти, поиграть и вот сделать все вот эти вот прочие вещи, которые мы только захотим. Будет ли это работать на Arizona Mobile и вообще, какой телефон для всего этого понадобится, что вообще вот нужно будет обычному человеку для того, чтобы с Arizona Mobile зайти в какие-нибудь там, я не знаю, браузеры, там во все прочие штуки. И как лично мне кажется, об этом говорить еще слишком рано. Если у вас, разумеется, появился такой вопрос, то, ну, об этом очень рано говорить. Это типа, ну, это максимально как-то нелогично и, ну, такого не будет. На данный момент не будет, по крайней мере, вот, наверное, с вероятностью 99,8%, потому что вот эти 0,02%, они, ну, возможно, там, знаете, как-то вот разработчики Arizona RP, Arizona Mobile и вот всего прочего, Arizona Games в целом, они забьют на разработку какого-то там, я не знаю, доработки, разработки новых обновлений на Arizona RP компьютерной и подумают, хм, а чуваки, которые скачали Arizona Mobile, они же так недовольны, что у них как-то все не очень стабильно работает. Да и установили они этот самый Arizona Mobile при помощи каких-то гайдов с YouTube на свои вот эти вот все ксёмы. Поэтому давайте-ка мы и кинотеатр оптимизируем, про который я вам уже рассказывал не так давно, и вот сделаем так, чтобы у них еще и браузер был в игре. Правда, я не совсем понимаю, как на маленьком телефончике, на маленьком экранчике вот всего вашего вот этого телефона, даже если у вас планшет, будет работать там, знаете, еще меньше экран, типа вот во всей этой Arizona RP. Ну, типа, для меня это как-то не особо понятно, и я считаю, что это не особо рационально все это делать. Но, возможно, лет через пять, может быть, через два, может быть, через год, когда Arizona Mobile доведут до ума вот эти вот все разработчики с Arizona Games, вполне возможно, что мы сможем уже поиграть на телефоне без лагов, без багов, все это установить, знаете, в один клик, чтобы все это нормально оптимизировалось, чтобы была хорошая совместимость, чтобы вообще все было охуительно, классно и непревзойденно, и вот будет у нас, знаете, вот этот вот интернет-браузер прямо с телефона на Arizona Mobile, мы сможем зайти оттуда, там, знаете, на какие-то свои вот эти вот дела в браузер, там, во ВКонтакте, еще куда-то. Ну, в общем-то, я особо не знаю, как все это будет работать, но я уверен, что рано или поздно, если GTA Samp еще будет жив, если на телефонах все это еще будет, знаете ли, поддерживаться, вся эта работоспособность, вся эта жизнь вот этих вот всех проектов, то, разумеется, я так считаю, что, ну, мы, наверное, сможем ознакомиться с чем-то интересным в нашем, таком, знаете ли, недалеком будущем. Однако, вы можете, опять-таки, написать все свои предположения по поводу всего этого в комментариях, можете написать текст своей любимой песни в комментариях, рецепты, допустим, борща или какие-нибудь прочие вещи, то есть то, что было бы интересно почитать. Разумеется, если вы напишите что-то максимально круто, максимально грамотно, максимально, ну, замечательно, больше, чем из четырех слов, чтобы все это состояло, то, разумеется, я вас лайкну и скажу, мол, какой же вы молодец, там, я не знаю, негатив от 322, какой-то такой у вас, допустим, ник, там, и я, типа, лайкну, скажу, о, ты такой крутой, ты вообще классный. А вообще, я снимал на проекте Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Данту Коннор, а также мой промокод NoToxic54 находится в описании данного видеоролика. Заходите, вводите, пользуйтесь, вводите машину, возможно, также заходите в мой телеграм-канал, там много всякой полезной информации для вас, для ваших родственников, для ваших, возможно, детей и вообще там много всякой вот этой вот всей информации. Заходите, и все у вас будет хорошо, замечательно и замечательно. Увидимся тут же завтра в 20.00, либо немного попозже, либо немного пораньше, я все это предугадать не могу. Поэтому всем до свидания.